Добрый день, дорогие коллеги! Рад вас приветствовать и очень рад участвовать в вашей конференции, потому что участвовать в конференции, посвященной Виктору Михайловичу Гацаку, это большая честь, и я считаю, что это доброе отдание его памяти. Итак, без приключения можно сказать, что современная эпоха в отечественной фольклористике характеризуется грандиозными составными изданиями фольклорного материала. Активным интересом исследователей в постклассической формах фольклора, усвоением и пересадкой в отечественную науку западных теорий и антропологии вполне осознанным стрелением является стремление к междисциплинарным исследованиям, а представителями разных научных дисциплин предпринимаются попытки включить в свое исследовательское поле фольклорно-этнографический материал. В силу сложившихся обстоятельств фольклористика, как отдельная научная дисциплина, не только обогатилась в методологическом отношении, но и частично утратила четко границ именно как академической науки. Свод русского фольклора в его уже 13 томах из задуманных в серии «Былины» 25 томов начал сдаваться 20 лет назад. Хотя задумка этого проекта имеет свою историю. Напомним некоторые ее страницы. В первую очередь речь идет о выходе в свет историографически обзорного трехтомника «Русское народное поэтическое творчество» в трех томах 1953-1956 год, в котором была выявлена очевидность создания монументальной библиотеки национального основного творчества, свода русского фольклора, для ввода в активный исследовательский обиход вековых накоплений материалов. В 1966 году по инициативе и редакции, извините, я буду фамильярничать, чтобы, во-первых, половину забывая, а не буду называть имена отчества, Скрипеля был выпущен пробный проект шести серий свода русского фольклора, разделы, которые были написаны коллективом сотрудников сектора народно-поэтического творчества Австаховой, Колпаковой, Лазановой, Мойковым, Уфиловым, Ширяевой, Чистовой. Проспект, составленный по жанровому принципу организации материала, имел разделы «Былины», «Исторические песни», «Сказки», «Лирические песни», «Рабочий фольклор», то есть не охватывал жанрового объема народной поэтии. Авторы сознавали, что в предъявляемых разделах принципы организации материала еще не определены. Проспект был демонстрирован, продемонстрировал противоречие богатейшего фонда записей, собраний, публикаций, где не было единства сквозной однородности композиционных структур. Наука располагает сырьем для создания фольклорных жанровых серий. Многое требовалось впервые учесть, разыскать, критически оценить, выработать наиболее продуктивный вариант генеральной организации серий свода. Поэтому было организовано два всесоюзных совещания в Средловске и Ленинграде в мае 1956 года. Это было такое время, когда очень много спорили. Спорили именно о принципах издания свода. Были все заинтересованы. Почти сто участников совещаний, прибывшие с разных географических точек Советского Союза, наконец, все-таки одобрили идею задачи свода русского фольклора и высказали пожелание выпустить примерно через год новую редакцию проекта. Однако только в 70-е годы сектор вернулся к идее свода. После статьи заведующего сектором Александра Александровича Горилова «Соединяя времена» и выпуска специального тома ежегодника «Русский фольклор Томс XII» 1977 года было принято решение Академии наук о развертом неработе над сводом. В Пушкинском доме в 1978 году было проведено всесоюзное совещание с повесткой дня издания свода русского фольклора, а также всесоюзная научная конференция по координации собирания и архивного хранения русского фольклора. где были предложена программа издания «Былинной серии», которая также имела выход и на страницах журнала «Русская литература» в 1983 году. Однако только в 2001 году началось систематическое издание серии свода «Былины» в 25 томах, полный корпус русского национального эпоса до сих пор наполовину представленного в публикациях. Напомню, в настоящее время уже издано 13 томов «Былины Печоры», «Былины Мизени», «Былины Кулоя», «Былины Пинниги», «Былины Зимнего берега Белого моря», «Былины Пудоги». В законченном виде находится 20-й том. Мы называем его «Малые очаги». Том, не могу не сказать. Том, который не получил финансовой поддержки в прошлом году и, как говорят в этом случае, «Завис». В стадии завершения подготовка 10-го тома «Былины Западного Абонежья», продолжается работа над томом «Северное Абонежье», «Былины Кенозера» в стадии завершения, «Былины Центра Евросейской части» и, наконец, «Былины Урала» и «Западной Сибири» и «Дальнего Востока». Но до выхода первых томов «Свода» предпринимались попытки создания типа «Сводных изданий и серий». К ним относятся в первую очередь научно-популярные серийные издания, подчеркиваю, «Антология», «Библиотека русского фольктера» в 15 томах, которая выходила с 1988 года по 1995 год. Издательство, специально говорю, «Советская Россия». Серия отчасти была воплощена, еще раз подчеркиваю, напоминаю, идея проекта 1956 года. Составление, организация материала по жанровому принципу. Однако реализована была уже несколько в иной редакции. 15 томов включали «Былины», обрядовую поэзию, загадки, сказки, баллады, пословицы, исторические песни, частушки, народный театр, духовные стихи, проза, детский фольклор, но, естественно, рабочий фольклор, советский фольклор и песни литературного происхождения. Следующее, еще раз подчеркну, издание носит научно-популярный характер, то есть, в первую очередь, рассчитано на широкий круг читателей и любителей устного народного творчества. Такова издательская политика была советской России. Другой вопрос, приемлема ли такая политика для самих фольклористов, несмотря на то, что составителями являлись авторитетные фольклористики исследователей и, возможно, тех, кто считает себя преемниками традиции. Далее, само по себе издание, переиздание фольклорных текстов, как литературных памятников, не отвечает даже тем изначальным принципам, которые были заложены при их первом издании, то есть, вторично адаптированы под литературный образец и восприятие этого литературного образца. Более того, справочный аппарат и комментарии, кроме отсылки на источники переиздания текста, практически не несут никакой дополнительной информации, а такие разделы, как словарь, вообще не имеют какой-либо функциональной значимости. Тем не менее, на семинаре, проведенном книжной палатой, касающейся проблем серийных изданий, по терминологии полиграфов составных, составное издание, так называется конференция, составное издание, правовой аспект, составное издание, издательский аспект, среди авторитетных заявлений участников, вдруг узнаем, что издание фольклорных материалов должно ориентироваться на практику, которую предлагают Василий Прокольчич, Аникин, и Юрий Георгиевич Кругов, то есть, библиотеку русского фольклора, которую нам представляется не только некорректным, и даже утверждение антипринципов, которые к научным отнести весьма проблематично. Такова первая проблема, когда мы расходимся, говоря о корпоративности, говоря о междисциплинах, когда мы расходимся с политиком вообще издательств как таковых. К сводному, к сводным издательским проектам следуют статистически и антологию эпос народов СССР 71-90 лет. Первую составили памятники эпической порезии народов СССР. Книги выпускались с 71-90 институтом русской мировой литературы имени Горького совместно с научно-исследовательскими институтами республиканских академий наук. Каждая книга серии включат обязательные разделы краткое исследование т.д. и т.д. и т.д. здесь также присутствует ряд тех необходимых для сводных изданий принципов издания, которые были не выполнены. При этом я подчеркиваю, что эта серия действительно имеет очень важное значение, потому что она одна из первых начала вот этот проект, ссылаясь опять же на все те совещания, на те теоретические, методологические выводы, которые были сделаны на совещаниях в институте русской литературы. К одному из значительных серийных изданий последних десятилетий относится и серия памятников фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Андрей Николаевич, извините, у вас две минуты. тогда я упускаю, но тоже следует иметь в виду. Но вернемся мы все-таки к изначально заявленной теме, которую я бы хотел. Дело все в том, что, говоря о междисциплинарном комплексе исследований, мы имеем, прежде всего, возможность привлекать к изданию серии, как это мы попытались сделать. Причем, эта традиция совместных изданий с другими специалистами, а именно более всего с музыковедами, с 29-го года началась она в Рии. Это, прежде всего, Гиппиус, Эвальд и известные нам Астахова совместных экспедиций и изданий памятников фольклора, которые затем, начиная с Пенеги, которые затем дали вот эту своеобразную эту, кстати, ну, искру. И с тех пор именно в Пушкинском доме, я подчеркиваю это, это интеграционная работа продолжается и над сводом. Правда, в свод мы добавили лингвистов, которые нам дают подробную правду, должен сказать, в этом есть проблема, мы не совсем понимаем и знаем, почему есть. Хорошо наметилась работа со скриллиным кафедром фонетики. Это, прежде всего, то, что большинство блинных очагов находится в старобряческом, в старобряческой традиции. Мы обязательно просим описывать и писать книжную традицию, которая находится в данном регионе. это, естественно, огромные статьи, связанные с культурологическим. Дело в том, что интеграционная работа сейчас находится еще в связи с тем, что мы действительно технически очень продвинулись в отношении издания разного рода текстов. это звук, это все. Мы еще пока, и это проблема, проблема для всех нас, это проблема, когда мы можем все это использовать для того, чтобы более объемно, трехмерно, так скажу я, представить тот объем и те материалы, которые находятся в архивах. это действительно было бы очень интересно, но мы еще не знаем, как придумать вот такое издание, которое бы позволяло и слушать, и видеть, и читать. Ну, наверное, я на этом завершу. Такова, во всяком случае, цель составителей свода. и должен сказать, в заключение хочу подчеркнуть, что издание свода русского фольктера является заметным вкладом на рубеже веков в отечественную науку. Остается только надеяться, что первый опыт будет продолжен в виде следующих предусмотренных проектов. Я прошу вас оказывать всяческую поддержку. Более того, свод это не заключительный акт в изучении традиционного фольктера, оживает странической истории общерусской национальной культуры. Серебрины подтолкнула попытки создания так называемых региональных сводов, антологии и так далее. Поэтому, большое спасибо за внимание. Что-то не успел сказать. Но, очевидно, это будет в рабочем торрике. Вы поделитесь